И человеческие скорости в Самаре под аккомпанемент Лая и Воя выясняли, чьи когти крепче, характер сильнее и чьи метод воспитания самый лучший. Гонки на собачьих упряжках снова состоялись в поселке Управленческом. События, которые традиционно провоцируют в социальных сетях бум на фотографии с собаками, их заливают гигабайтами не только участники, но и те, кто просто пришел посмотреть. Гонки уже стали самым любимым зрелищем у сотен человек Виталий Рылеев. Обо всем по порядку. В этот день основные лыжные трассы «База» и «Чайка» заняли четвероногие спортсмены. В третий раз Самара принимает на своей земле участников ездового спорта. А вот в ранге чемпионата России состязания проводились впервые. Всего на старт вышло около 60 спортсменов, но еще больше было собак – 180. Самые распространенные в ездовом спорте – хаски и маламуты. Но в этот раз зрители и многие специалисты увидели в одной из упряжек обыкновенных дворняк, или как их еще называют – метисы. Но, как оказалось, это были не совсем простые собаки. Вообще считается, это самые быстрые собаки, самые дорогие. Вот эти метисы? Да, да, метисы. Они прямо так и называются, да? Ну, а есть разные разновидности. Есть норвежские метисы, вот. Это обычные метисы вот такие, сборные такие. Вот. То есть многие мировые гонщики гоняются на этих собаках. 5-7,5-10 километров. Такие были дистанции. Каждый выбирал для себя свои расстояния. С одной-двумя собаками. В программе «Скитжоринг» бежали 5 километров. А вот упряжки в 4 или 6 собак преодолевали расстояние в 7,5 и 10 километров. Ну, в упряжке, наверное, тяжелее идти, потому что все равно нужно собакам помогать. В гору это ты всегда работаешь. Конечно, так ты тоже помогаешь. Ну, как бы им легче тянуть твой вес, чем вот упряжки. Ну, и работа, дрессура. Собаки должны быть воспитаны, когда в упряжке. Скорость упряжек из 4 и 8 собак порой достигает 35 километров в час. Нужно иметь немалый опыт и самообладание, чтобы удержаться на крутых поворотах и не забыть подбодрить на подъеме собак. И самое главное, не разогнаться и не разбиться при спуске. Самарская трасса считается одной из самых сложных и потому самых лучших в России. Подъемы и спуски, повороты. Идея ясная, разнообразный перелив трассы. У нас в основном плоские все. Хорошая трасса понравилась. Где больше всего понравилась трасса, вот вам лично? В Беларуси, вот и в Самаре. Хорошо подготовленная трасса. Собаки не проваливаются, едешь нормально. Чтобы выявить лучших, понадобилось два дня. Результаты в таких состязаниях не всегда предсказуемы. Фаворитами гонок оказались гости из Москвы. Но самарцы стали сильнейшими в скиджоринге. Победители получили путевки на чемпионат мира. Виталий Рылеев, Александр Ерофеев. Новости губернии.